Как получить дубликат свидетельства о смерти родственника? Близкие родственники часто уходят из жизни совсем внезапно, оставляя за собой большое количество нерешанных вопросов, главным из которых является распределение наследства, находившегося в собственности покойного. Для того, чтобы решить практически каждое дело умершего гражданина, необходимо предъявлять свидетельство о смерти, либо его заверенный дубликат. В условиях стрессовых ситуаций потерять бумагу совсем несложно. Что говорит о необходимости ее повторного получения, но мало кто из родственников усопшего знают, как это можно сделать. В каких ситуациях требуется дубликат свидетельства о смерти родственника? Родственникам умершего гражданина может потребоваться дубликат соответствующего свидетельства при наступлении различных обстоятельств. Если оригинал данной бумаги был утрачен, либо утерян из-за неосторожного обращения или при передаче бумаги в одно из государственных ведомств, ведомств, оформляющих различные документы. Когда лист, на котором отпечатаны сведения об усопшем, отвечал, что делает невозможным его дальнейшее использование. В тех ситуациях, когда наследники находятся в режиме конфликта и не желают передавать друг другу документы, но они требуются для осуществления различных правовых операций. Важно! Свидетельство о смерти не может быть выдано каждому гражданину РФ, так как он должен доказать в ЗАГСе и МФЦ необходимость его получения. Кто имеет право на получение дубликата свидетельства о смерти? Образец свидетельства о смерти для того, чтобы получить сертификат об уходе жизни гражданина, заинтересованному лицу следует иметь в виду, что закон устанавливает очень ограниченный круг людей, имеющих право на осуществление данной процедуры, а именно, ближайшие родственники покойного, которые могут предъявить документы, удостоверяющие свою кровную связь со с ним. К ним относятся родные мать, отец, сын, дочь, муж или жена. Более дальние родственники, если они являются законными наследниками, либо вписаны в завещание, но не могут документально подтвердить родственные отношения с умершим. Среди них могут быть внуки, бабушки, дедушки, братья, сестры, тети, дяди и другие родственники, два-три и больше очередей за получением наследственной массы после ее открытия. Правоохранительные органы, если в настоящее время ведутся следственные действия в отношении смерти гражданина. Иные заинтересованные лица, упомянутые в завещании покойного или чьи интересы затронуты в связи с его кончиной. Точка. Оформление наследственных документов важно. Каждый гражданин, обращающийся в госучреждение за получением бумаги, должен иметь на руках доказательную базу в виде различных документов, подтверждающих необходимость получения копии свидетельства. Где можно получить дубликат документа? Как получить дубликат свидетельства о смерти родственника и какие госучреждения предоставляют данную услугу для населения? Получить копию сертификата можно одним из трех различных способов, каждый из которых остается на личное усмотрение заинтересованных лиц. Так, за данной бумагой люди могут обратиться в следующей инстанции, в отдел ЗАГС по месту прописки покойного, где ближайшие родственники уже получали оригинал свидетельства. Во многих крупных городах нашей страны действуют единые государственные многофункциональные центры МФЦ, где под одной крышей собраны представительства почти всех казенных учреждений, занимающихся обслуживанием населения. Каждый гражданин может явиться в данный орган и, взяв талон в электронную очередь, в нужное время подойти к высветившемуся окну. И опытный специалист, ориентированный на работу с клиентами, окажет необходимую услугу. Для активных пользователей ПК и сети интернет уже несколько лет работает информационно-сервисный портал «Госуслуги», доступный по адресу www.госослужи.ru, зарегистрировавшись на котором каждый гражданин может получить или заказать искумную услугу с дальнейшим ее завершением в стенах МФЦ. Среди опций, предлагаемых на сайте, имеется и возможность получения дубликата свидетельства о смерти. При пользовании услугой онлайн все требуемые документы должны быть предварительно отсканированы и прикреплены к заявлению на выдачу. Свидетельство в электронном виде. Заявление при этом имеет интерактивную форму для более удобного и последовательного оформления. Это значит, что каждое поле имеет подсказку, а после заполнения всех граф документ генерируется автоматически и утверждается электронной подписью заявителя. ЗАГС важно. Для того, чтобы заинтересованное лицо могло воспользоваться «Госуслугами», ему необходимо пройти регистрацию на сайте, получить логин и пароль, после чего активировать свою электронную подпись в одном из отделений Минкомсвязи или Почты России. Комплект документов, необходимый для получения дубликата. Для того, чтобы Госорган выдал на руки документ для лица, который его запрашивает, необходимо иметь на руках пакет сопроводительной документации для предъявления его компетентным сотрудникам. Бумаги собираются и передаются компетентным сотрудникам в следующем объеме заявления, установленной ЗАГСом формы номер 23, заполненная в электронном или рукописном виде. Оформляется лично заявителем в присутствии сотрудника ведомства. Удостоверение личности заявителя, желательно общегражданский паспорт, а также копия всех его заполненных страниц, включая прописку. Сведения о брачном союзе и детях. В случае, если имеется копия утерянного или испорченного свидетельства об уходе с жизни гражданина. Платежное поручение, свидетельствующее об уплате госпошлины, взимаемые за подобные документы. Все имеющиеся документы, подтверждающие родственную связь с покойным, либо договорные отношения с ним. Важно! Все документы должны быть представлены в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии, которая имеет уже юридическую силу. Пошаговая инструкция по заполнению заявления. Заявление по форме 23 должно быть составлено в строгом соответствии с образцом, доступным для скачивания по ссылке HTTP Blanker. RU.DOC. Заявление повторное видача свидетельства о смерти. Документ предполагает наличие на пустом бланке следующих сведений о заинтересованном лице его родственнике, ушедшем из жизни, наименовании. Отдела ЗАГС, куда подается заявление, как правило, совпадает с госорганом, выдавшим первичный документ. Точные сведения заявителей из паспорта, а также адрес его фактического проживания, если он не совпадает с пропиской. Номер серии удостоверения личности также требуется указать. Основной текст заявления начинается с просьбы о выдаче необходимого сертификата об уходе жизни. Данные о покойном, а именно, ПФИУ, дата и место смерти, наименование и адрес учреждения, выпустившего соответствующий документ. Причина, по которой заинтересованное лицо запрашивает данную бумагу. Чечи, ММ, ГГГ, составление бумаги и личная подпись заявителя. МФЦ важно. Дополнительно к заявлению заинтересованному лицу следует составить еще одну бумагу за своей подписью, реестр сопроводительной документации. Из числа перечисленных выше позиций для того, чтобы весь пакет был систематизирован и учтен в данной описи. В какие сроки рассматривается заявление о выдаче дубликата и сколько это стоит? Принимая от заявителя пакет документов органу ЗАГС требуется время для изучения входящей информации и изготовления соответствующего документа в случае принятия по ней положительного решения. В общем случае, в соответствии с регламентом учреждения, вся процедура занимает следующий период времени, 60 минут требуется сотрудникам ЗАГС для того, чтобы предоставить документ, если гражданин имеет полное право на его получение пошлино оплачено, а собранные документы не имеют изъянов. В ситуации, когда электронные базы отделения ЗАГС были утрачены или передались на архивное хранение из-за окончания срока давности Сотрудникам потребуется время до одного месяца для того, чтобы произвести поиск необходимых сведений о покойнике Если искомый документ силами сотрудников ГОСОРГАНа так и не обнаружился, заявитель может обратиться в местную администрацию, а именно В территориальный архив, где ему, возможно, смогут помочь с поиском утерянных данных, что может затянуться на период до 6 месяцев без гарантии результата Однако, в такой ситуации заявитель может в письменной форме потребовать восстановления документа Для получения права обращения в архив ЗАГС должен выдать заинтересованному лицу соответствующую справку, признающую утрату сведений О покойнике и в стенах учреждения Важно! Техническая работа на официальном бланке при оформлении дубликата свидетельства о смерти оплачивается по безналичному перечислению В соответствии с указанными в квитанции реквизитами из расчета 350 рублей За всю процедуру, в случае, если бумага оформляется через госуслуги онлайн, взаиморасчеты с государством производятся посредством, привязанной к порталу Банковской карты со скидкой до 30% от указанной суммы Без оплаченной квитанции, прилагаемой в пакету сопроводительной документации, услуга оказываться не будет, а наличный расчет на месте не предусмотрен Госуслуги на каких основаниях ЗАГС может отказать в выдаче дубликата Далеко не каждое заинтересованное лицо может получить искомую услугу, так как госорган, руководствуясь требованиями российского законодательства Всегда может сформулировать отказ в выдаче дубликата свидетельства о смерти для данного гражданина Как правило, документы не подлежат рассмотрению по одной из следующих причин Если гражданин обращается в департамент ЗАГС, отличный От того, что выдавал первичный документ Это означает, что собственный записан в реестре специалисты не имеют, а запрос этой информации из других учреждений может затянуться На длительное время и добавить нежелательной работы Так, сотрудники ЗАГС могут порекомендовать обратиться гражданину в другое отделение, либо поставят его в длительный лист ожидания В случае, если по прошествии длительного времени и с момента ухода гражданина из жизни его личное дело было утрачено или уничтожено За нехваткой места в электронных каталогах В данном случае взять подобную бумагу будет очень проблематично, но она может быть восстановлена, если у гражданина имеется хотя бы Светокопия первичного документа Если заявитель так не смог обосновать цели, которые он преследует после обретения данного документа, либо в составе представленной Документации не хватает каких-либо бумаг Когда заявитель не является ни близким родственником, ни заинтересованным лицом, а представляет интересы одного из них, но не имеет На руках соответствующей доверенности, уполномочивающей его к совершению подобных действий Госпошлина в заключении следует сказать, что такой документ, как свидетельство о смерти, может потребоваться через очень продолжительное Время после ухода человека из жизни Поэтому каждому наследнику, родственнику или заинтересованному лицу следует обратиться в орган ЗАГС за дубликатом, так как оплата За бумагу невысокая, а в личном архиве данная бумага может очень пригодиться даже через несколько лет